Политическая жизнь в 1920-е годы В годы Гражданской войны РКПБ фактически стала подменять госаппарат. Важнейшее решение вначале принимались на созданном в 1919 году Политбюро. Впрочем, все его члены находились и на государственных постах. Компартия превратилась в жестко централизованную организацию. Против подобной ситуации выступила рабочая оппозиция во главе с Александром Шляпниковым. Она обвиняла партийную верхушку в перерождении. В апреле 1922 года Григорий Зиновьев и Лев Каменев выдвинули Иосифа Сталина на пост генерального секретаря партии большевиков. В то время это была должность, которую считали административной, почти канцелярской, предназначенной для учета и распределения партийных кадров. Однако Сталин умело распорядился появившимися у него возможностями и расставил повсюду своих сторонников, контролировавших положение на всех уровнях власти. Из завещания Владимира Ленина членом Политбюро. Декабрь 1922 года. Товарищ Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть. И я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью. С другой стороны, товарищ Троцкий отличается не только выдающимися способностями. Лично он, пожалуй, самый способный человек в настоящем ЦК, но и чрезмерно хвастающий самоуверенностью и чрезмерным увлечением чисто административной стороной дела. Эти два качества двух выдающихся вождей современного ЦК способны ненароком привести к расколу. Через несколько дней Ленин добавил в завещание требование снять Сталина с поста генерального секретаря партии, потому что Сталин слишком груб, и этот недостаток становится нетерпимым в должности генсека. Ленина уже не было, но оставалась партийная гвардия, члены партии с дореволюционных времен, которые занимали ключевые посты в государстве. Чтобы пробиться к власти, следовало их потеснить, и после смерти вождя Сталин объявил о ленинском призыве в партию рабочих от станка. Принимали поодиночке и коллективно, участками и целыми цехами, за несколько месяцев вступили в партию около четверти миллиона человек. В феврале 1917 года у большевиков было 23 600 членов партии, к 1925 году их количество достигло 800 тысяч, а к 1930 году за счет нескольких ленинских призывов превысило полтора миллиона человек. Пропуском в привилегированные слои общества служил теперь партийный билет, а потому многие стремились получить его, чтобы проложить дорогу в жизни. Революция закончилась, подошло время занимать освободившиеся места. Партийцы ленинских призывов и составили ту бюрократию тех руководящих работников, которые поддерживали Сталина. Многие из них были без образования. Они держались за свои места, за большие оклады с привилегиями и желали в полной мере насладиться благами, которые им предоставили. Закрытые распределители продуктов питания, дачи с автомобилями, отдельные квартиры, недостижимые для других, роскошные санатории в царских дворцах на берегу Черного моря. Исключение из партии вело к потере ответственного поста и могло повлечь за собой арест и физическое уничтожение. Так возникло новое поколение руководителей, преданных, беспринципных и послушных выдвиженцев, беспрекословно выполнявших указания своих покровителей об исполнении доложить, чтобы удержаться на высокой должности и сохранить привилегии. После смерти Ленина соперничество в партии усилилось, обострилась борьба за власть между сторонниками Сталина и Троцкого, а вместе с ней и споры о путях развития. Что делать дальше? Захватив власть в аграрной стране, большевики сначала не верили, что смогут ее удержать без поддержки мирового пролетариата. Очень надеялись на революцию в Германии, откуда она должна была распространиться по всему миру. А потому Ленин говорил в марте 1918 года. Абсолютная истина, что без немецкой революции мы погибнем. Погибнем может быть не в Питере, не в Москве, а во Владивостоке или других далеких местах, куда нам придется отступать. Через год он уже призывал венгерских коммунистов. Каждый месяц приближает мировую пролетарскую революцию. Будьте тверды, победа будет за нами. Лидер большевиков надеялся и на пробуждающийся Восток, сотнями миллионов народов Азии, вот-вот готовых к выступлению. Идея мировой революции и построения всемирного коммунистического общества была неоспоримой догмой большевиков в первые годы советской власти. Манифест Коминтерна признавал Россию частью Федерации Советских Республик во всем мире. И Ленин провозглашал, мы стоим за непрерывную революцию, мы не остановимся на полпути. Троцкий и его сторонники выступали за мировую революцию. Они подготавливали ее с помощью Коминтерна. Однако время шло, надежды не оправдывались, и большевики-прагматики во главе со Сталином начали склоняться к строительству социализма в одной отдельно взятой стране, в условиях капиталистического окружения. Троцкий называл это проявлением национальной ограниченности и обвинял Сталина в измене мировому пролетариату. «Русская Советская Республика есть для нас только точка отправления для европейской и мировой революции». Борьба за власть разгоралась. Опытные партийные деятели оперировали понятиями «центризм», «левизна», «правый уклон» и «политический зигзаг», а неискушенным гражданам оставалось лишь теряться в догадках, не понимая, что же происходит на самом деле. Очевидец подтверждал это. «В иные дни, читая один и тот же газетный лист, я по нескольку раз менял суждения, либо вовсе недоумевал, в чем же сущность спора. Все вроде хотят одного и того же. Все за советскую власть, за рабочих, против кулаков, против буржуев, против бюрократов. Чего же они там не поделили? Сталин усиленно подогревал слухи о попытках Троцкого захватить власть и о его еврейском происхождении. В стране началась паника, заговорили о том, будто собираются отобрать все сбережения, и толпы напуганных людей штурмовали сберегательные кассы. От одного к другому поползли многочисленные слухи, которые фиксировали в своих отчетах органы ОГПУ. Троцкий ранен Зиновьевым на одном из партийных заседаний. Троцкий не болен, а ранен в живот Калининым и больше к работе не вернется. Говорят о еврейском погроме в Москве, а Ленин жив и уехал за границу вместе с Троцким. Портреты Троцкого еще висели повсюду рядом с портретами Ленина. Его именем были названы улицы, фабрики и города. Некий его сторонник предлагал переименовать Киев в город Троцкий. Однако в газетах уже печатали решения первичных партийных организаций. Решительно протестуем против антибольшевистского выступления Троцкого. Не останавливаться перед применением строжайшей меры партийного взыскания. В середине 20-х Сталин поддержал бухаринскую идею от допущения элементов капитализма в сельское хозяйство. Вскоре Сталин присвоил себе право толковать Ленина. Против Сталина выступили вдова Ленина Надежда Крупская и Зиновьев с Каменевым. Вскоре последние объединились с Троцким. Но этот шаг привел к падению их политических акций. В 1927 году за попытку организации альтернативной демонстрации в честь десятилетия Великого Октября они были исключены из партии. В начале 1928 года Троцкого и его соратников выслали в Алма-Ату, а затем выдворили за пределы СССР, и он вынужден был укрыться в Турции. Пока Сталин боролся с Троцким, одним из самых яростных его сторонников был Николай Бухарин. К примеру, когда в сентябре 1927 года руководители зарубежных коммунистических партий единогласно исключили Троцкого из исполкома Коминтерна. На заседании исполкома с ним обращались грубо, оскорбительно. Член Политбюро Николай Бухарин сказал, «Если мы посмотрим на речь Троцкого, то она есть платформа дикой лжи и клеветы против нашей партии и Коминтерна. Нужно спросить Троцкого, почему он сейчас не стоит как солдат, руки по швам, перед партией. Если вы не опомнитесь вовремя, вас неизбежно ждет политическая смерть». В дальнейшем Бухарин поддержал Сталина и в борьбе против Зиновьева и Каменева. Но потом произошел их разрыв. В 1927 году разногласия вспыхнули вновь из-за хлебозаготовительного кризиса. Сталин считал, что кризис вызван разбалансированностью экономики. Промышленность не могла удовлетворить крестьян товарами, и поэтому кулаки саботировали заготовку хлеба. Выход в ускоренной индустриализации страны и создании коллективных хозяйств в деревне, как наиболее соответствующих социалистическому укладу и подрывающих влияние кулаков. Николай Бухарин видел причины кризиса в субъективных ошибках. Не был создан резервный фонд промтоваров. Были установлены низкие закупочные цены на сельхозпродукцию. Проводилась неэффективная налоговая политика. Он предложил устранить ошибки и развивать сельское хозяйство на основе индивидуальных хозяйств. В 1929 году Николай Бухарин, Алексей Рыков и их сторонники были выведены из руководящих органов или исключены из партии. Причины победы Сталина. Победа Сталина была вызвана целым рядом причин. Контроль за кадровыми назначениями в партии. Стремлением партийного аппарата покончить с борьбой и амбициями вождей. Выдвижением и поддержкой населения – тезиса о возможности построения социализма в отдельно взятой стране. Результатом политического развития страны в 1920-е годы стало формирование однопартийной политической системы во главе с вождем Сталиным. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова